Не особо понятна суммарная задумка у команды Рокс, то есть какая-то глобальная стратегия. О, есть Oracle, есть Вапа, Бэйн, Ог... Чё? Там ещё там... Бистмастер. Ну это у Флейнер. Вряд ли это керри. Ну и опять же, ещё. Хорошо, есть два контроля, которые пробивают сквозь БКБ. Это интересно. Есть ульт квапы, которые бьёт сквозь БКБ. Это тоже любопытно. А что если не собирать БКБ? Ну, тут герои такие, БКБ собирательные. Раззор без БКБ, он такой... Сия. Спокойненько. Не, я только рад. Сия, ради бога. Всё, всё норм. Как раз вот в такой ситуации, например, против пика команды конкретно Рокс, возможно, БКБ был бы и не лучший артефакт. Ну, не знаю, что там ещё будет. Пятый пик. Тоже многое зависит. Но пока да, пока тебя Бэйн хватает, бисмастер... Я думаю, сейчас какой-то антимаг будет появляться у Роксов. Ну, антимаг, эмберспирит, что-то вот, и джиггернаут. Ну, стандартные керри. То есть, я сомневаюсь, что они сейчас будут это как-то обходить стороной и пытаться придумать что-то. Просто возьмут дефолтненького СНГшного керри. Учика, что ли? Осталось 10 секунд. Ты про этого пацана? Нет, на нашем 4К мусор. Осталось 5 секунд. Нет, подожди. О, Ликан, кстати. Мы с Лёшей вывели стратегию. 3К мусор, 4К боги. Дальше просто идёт пот. Или забущенный, или пот. Понятно, то есть... Это как в очереди, да? Спереди стоят подмазавшиеся, сзади тебя неудачники, один ты Дараньян, да? Знаешь толку в очередях? Да, ну у нас... Смотри, получается, что Ликантроп. То есть, Матумбомен будет у нас играть на Ликантропе. Это значит, что... Герекс будет играть. Осталось 5 секунд. Да. Это, походу, что? Джерекс на земелье? Да. Ну да, да, да. Джерекс на земелье. Дополнительное время. Может там 350 каток, по-моему, на земелье? Может быть. Или 500? Говаривают? Говаривают? Ходят слухи? Ходят слухи возле миллиона, что-то? Не, ну... Есть такие ребята. Вообще, если у вас есть вот такие вот парни в команде, которые просто там в папочках много чего задрачивают интересного, то есть смысл брать. Но очень много игроков тому доказательства. Как бы тот же Лил. В любой непонятной ситуации пикни Визаджа он на нем сыграет хорошо. Ты будешь уверен на 100%. То есть как он там подходит под вашу стратегию, это уже ваш вопрос. Фантом Ассасин. Вот так вот интересно у вас. Я говорю, что они не будут мудрить, но они меня перехитрили. Самый простой керри-герой. Ты что? У него простого. Хорошо. Давай следующий вопрос. А что у него сложного? Потому что он всегда в эпицентре файта. В этом вся проблема. И антимаг такой. И много вообще кто такие ребята из керри-героев. Рыскин такой же. А? Выгусил? Есть реинкарнация. Ну а у Марта есть 50% у ворота. Это примерно из того же разряда. Если в тебя всасываются статик линком... Но погоди. Смотри. Статик линк снижает дэмэдж постепенно. То есть ты за то время, пока ты прыгаешь и наносишь там первых своих 4-5 ударов, ты уже рискуешь убить этого пацана. А вот то, что он там насосёт, ну типа его проблемы. Вы уже будете в численном преимуществе продолжать. Другое дело, если криты не пройдут. Да. Это естественно. Осталось 5-7. Обратная сторона медали. Ничего не скажешь, естественно. Такое тоже возможно. Ну что ж, друзья, давайте начинать смотреть. Команда Торнадо. Рокс против Ликвид в рамках отборов на шанхайский мейджор. Бест оф 2 серия. То есть, возможно, у нас ничья. Поехали. Первая карта. Арсзик будет играть у нас на Оракле. Седой у нас на Потом Ассасин. Йол. Пейн. ЗЗ. Квин оф Пейн. И Гостик играет на Бестмастере. Да? Всё, что ли? Кура будет играть на Шадоу Шамане. Пата. Разор. Джеракс, как я и говорил, будет играть на Юрс. Видите, у него 300 плюс игр, по-моему, на нём. Майнд Контрол. Драксир. И Ликантроп Матумба Мэн. Тут птицу сбили, сразу плюс 30. Бах! Графики просто. Графики взмывают до небес. Посмотри! Кто? Ну откуда? Ну вообще там 110. Это какой-то буст. 30 секунд до начала сражения. Ты чего? Кого ты убил? Там просто смотришь и птицы мрут. Птицы фабрика. Забавный такой перед. Вообще забавный герой. Слушай, ни разу не дисбаланс. Тут 6 опыта дают. За птичку. Тут 6 опыта. Форм. Так, за кабанов там тоже дают нормально. За кабанов там тоже что-то в районе 80. Ну а за питомцев, особенно бисмастеров, за них действительно нехило отсыпают. И поэтому отдавать конкретно питомцев их вообще не стоит. Или с... Может быть 80 на 2 их. Ну я не помню. Ну короче очень дофига. То есть каждого кабана с недавних пор бисмастеры стараются как днаить. Будешь видеть суппортов этими кабанами, то есть сорян. Тебе выйдет потом шадл шаман третьего уровня. Будешь там только 2-го, 3-го. И будешь как-то неприятно этому удивлен. Что у нас по линиям? По линиям у нас получается следующее. Квапа Бейн против Розора. И у Розора могут быть проблемы. Потому что сейчас вот эти его 8 урона бонусных. Они вообще ничего не делают. То есть его просто подошли, с руки размяли. Правильно все сделали здесь ребята из Рокс. Что на ботаме Дарксир? А что там Дарксир? Ну он блокует немного. У него Сержа нет. Могут на него ворваться с вторым уровнем Фантомки. Ну, Фантомке будет тяжеловато здесь стоять. Безусловно. За счет того, что у нее все-таки мало здоровья. Герой на ловкость. И щитки ее будут поджигать очень-очень плотно. И это тоже нужно понимать. И поэтому Фантомке нужно как можно скорее брести себе кольцо. Килл. Либо же вот пытаться как-то через этого оракла и клинки быстро-быстро-быстро убивать криптов, которые будут под щитками находиться. Ну, либо до Морбид Маска какого-то добраться. Тоже будет полезно. Да, что-то, что может стоять на линии. Вот это как раз я и имел в виду. Ну, обычно просто ты выходишь в Battle Fury. Поэтому из всего, что в Battle Fury входит, кольцо, конечно, является приоритетом. Если ты состоишь. Статик линк. Да. Ну, тяжеловато против Квапы. Заватить статик линк. Моментально отблинкивается. Рейндж неимоверный. КД не такой, а большая. Бейсмастера тут поймали. Сейчас начинают его немного избивать. У него там еще есть шесть тангусов. У него еще есть хилинг салф. Так что он тоже справляется весьма спокойно. В мид перетянулся. А, в миде у нас земель. Собственно, ходит с камнем вкачаным. С камнем, с болдером я имею в виду. Потому что у него тут все отчасти камни. Уж извините. Зато не ошибешься. Земель вкачал камни. Это примерно как колба, да? У Вивины. Чтобы он не кинул, он либо дал колбу в своего, либо дал колбу в чужого. Вот. Прощаем доту для новичков. Новички, видя земель, просто... Судорожно дергаться. Количеством кнопок почти как инвокер. На инвокере там хотя бы написано, что можно делать. На земелье полная импровизация. Кто в миде у нас? 13-5 квапа, 6-1 разору. У разору пока все очень плохо. Очень плохо, на самом деле. И как его раскачать, скажем так? Не, ну разору бы... А что ему сделать сейчас? Что ему можно посоветовать? Во-первых, либо подтянуть сюда еще одного человечка, но человечки тут такие слабенькие. Это может быть разве что шадоу-шаман. Но шадоу-шаман нужен для того, чтобы гонять бестмастера на топе. Потому что с этой задачей земель не справится. И тут возникнет иногда вопрос. А зачем мы взяли этого земелью? Если... А, ну вот, дарксир. Дарксир, смотри, перетянулся сейчас. Да, земель будет стоять тут. Ну получается, есть прыжок, есть слоун и укатывается. И что ты ему сделаешь? Вот он просто укатился через пол карты. Да, с кулдауном в 16 секунд. Подделать мидл. Ну, он второй уровень там получал. Зачем-то хилинг сэм. Ой-ой-ой. Врыв. А, он, возможно, пытался как-то фат подлечить, я не знаю. Но, в итоге, неплохой, кажется. Получился под сейв. Пилл, правда, немножко не достал. И земель будет кратываться. У меня тут опять все зависло. По-моему, прокатился мимо. ДС, где щиточек. Щиточка тоже нет. Он ускорил Джеракса. Ну, хотя бы бэйна бы забрать. Но, в итоге, по-моему, у ДСа нет. Банально манным итогом так и есть. Даже если он заюзает стики, все равно не хватит. В итоге, файт закончился ничем. Просто смещением сюда ДСа и земели. Ну, не знаю. Земеля на роли суппорта мне, честно, не особо нравится. Так, тут у нас была попытка забрать руну, также не увенчавшуюся успехом. Там падает под раздачу Джеракс. И, скорее всего, он тут погибнет. Да, он, конечно, что-то попинал, поотталкивал, но это все-таки First Blood. Не знаю, пока не совсем впечатляет реализация этого героя. То есть, непонятно, зачем он тут нужен вообще. Если бы он был просто на оффлейне и стоял бы там что-то симфармил, я бы это сразу понял. В итоге мы видим и Дарксиров сложный нет, и First Spirit тоже отсутствует. Да, но совсем скоро должны как-то в пуш ликвиды уходить, потому что у них как бы Раста, у них Ликантроп. Атакуют. Затягивать с этими героями не особо хочется, потому что они не будут, наверное, потому что как раз вот у Розора вроде все более-менее норм. Ну, относительно норм. Он, конечно, мало денег имеет, он хотя бы там экспу получает более-менее полково. Ну, у Ликантропа все вообще замечательно. У Ликантропа, конечно, вообще на фрифарме. Посмотрим, не зальет ли Матумба Мэн эту игру, что у него уже были игры на Ликантропах небезызвестные. Да, ты так сейчас его обозначил, у него на всех были небезызвестные игры, не только на Ликантропе. Не, ну я помню, ее даже Энестом разбирал. Как Фунзи вспомнить. Не, ну у Фунзи есть одна небезызвестная игра. Совсем небезызвестная. Даже сказал, совсем не игра. Или совсем не игра, да. Ну, вообще, стоит отметить также то, что у Фантом Ассасин все очень круто. Когда ты видишь Мартретку на такой вот легкой позиции, в смысле, ну на таком легком фарме, ты сразу вспоминаешь все вот эти хайлайты с прыжками, убийствами ударов. А это действительно возможно. Вот она, например, попадает на Джерекса, Джерекс там что-то поотбрасывался, ну все, у него уже нет почти там... Ну, не почти, а 2-3 хп у него нет. И что ему делать дальше? У него регена нет, то есть ты либо убегаешь на базу восстанавливать свое здоровье, либо пытаешься кого-то там подразвести на какой-то реген. Апает Мартраж в свой уровень. А теперь вообще все опасно. Да. А это самые большие, всего лишь... Даже клинка может залететь, вот в чем дело. Клинка это самое неприятное. Там держат на топе. Хвостик. Хвостик. Ваши сентяги. Счет у нас сравнивается по фрагам, но пока по обстановке... Не знаю, мне кажется, урок 100 все-таки получше обстоят дела. Суммарно. Вот, вот, например, критом на 161. 161. Стоишь и тебе прилетает. Кирл Даггера 6 секунд. Да, вроде бы вероятность небольшая, там всего 15%, но если ты поймаешь таких хотя бы 2 подряд, а такое происходит, то соответственно ты уже очень сильно теряешь инициативу. То есть ты уже толком на линию выйти не можешь, а Мартретка просто заколупает. Ну и плюс еще скоро уровень 7, соответственно последний уровень ножа. Так, что там у нас бисмастер. Бисмастер тоже скоро получит свой шестой, то есть тоже скоро будет вполне себе юзабельный Йол, пока мы видим только уровень 3. БЗЗ, ШК, Пейн. Не, у КВН все хорошо, если у них есть, надо просто пытаться его где-то реализовать, сместиться может быть. Какой-то лейн, топчик я не уверен, хотя здесь Кура 528 хп очень хилый. Ну топорики и хватит за головой. Так, ну я вот пока продолжаю смотреть на Эр Спирита. В итоге он пока уровень получает, да, у него там уже 4 есть, это уже хоть что-то. Ну не знаю, я короче посмотрю на то, как он уже потом будет катать. Катать. Катать-катать? Угу. Ну именно этим он в основном и занимается. Кстати, Фата. Сейчас нож, но решил он поменять траекторию движения. Правильно сделал. Запрыгивает. Сталкивает Туджей, тут дальше идет боковать. Посмотри, Пашечка ты еще тегер будет, но нет. Укатывается на камешке. Ну и норм. Укатился и скатертью ему дорога. Экспу закрепчика не получил. За тележку не получил или получил, непонятно. Суть в том, что немножко на линии по отсутствованию, то неплохо. Ну игра очень спокойная. Даже чересчур спокойная, я бы сказал. Ну мне, кстати, просто связано с тем, что Рокс уверены просто в своих героях. И отчасти они правы. У них Бейн сквозь БКБ пробивает. У них, как мы говорили, Бейсмастер сквозь БКБ пробивает. Пробивает Квапа нормальный сам по себе персонаж. Ну и Мартретка, которая вообще очень сильный, как керри-герой. Пошел статик линк. Сайланс упрыгивает на блинке. Ну она просто убежит отсюда, вот и все. Ну хорошо, он высосал, ты у нее 70 атаки. И че? Ну подобиваешь ты чуть-чуть крипчиков. Ты бы мог убивать с родным демо. В итоге выход Разора тоже не совсем понятный. Думали, что убьют. Может быть вкатятся, куча времени в стане. Потом Разорщик пару-тройку тычек навесит с этим ступ плюс демеджем. И все будет хорошо. Но немного все не так. Так, накричали. Матумба-мен. Станчик. Брейнсап. Там еще БЗ уже замахивался на крик. Но Ликантропа так погибает. Ну вот. Собственно. Вышли они, убили Ликана. Окей. Выход от команды Липит накрылся медным тазом. Выход от команды Рокс оказался вполне себе успешным. Они еще и вышку сейчас пытаться забирать. Хотя вроде как Ликвид должен со своим ликаном. Там Шадоу Шаманом и Тибычи. Тем более, что у Шадоу Шамана уже есть уровень 6. Вот они и выходят в центр. Сейчас будут стояться ворды. Пойдут ли защищать свое здание Рокс? Я думаю, что нет. Мартурис все оставит фармить на ботами. А он тем более уже смещается на ботом. ДС у тебя полетел. Выходит в спину. Здесь Квапа. Сониквейк по-прежнему имеется. Бурли Пани сейчас вижен. О, вышка здесь упадет. Как и на то, блин. Бэйн остается. Тавр. Арканчик еще чуть-чуть не хватает. Уцепили. БЗЗ будет какой-то пинок. Ну, блин, 9 секунд. Чё в КД? Ой, как больно. Бэйну под филд попал. Мел уже задумался над тем, чтобы брейнсапнуть кого-то. Но в последний момент отдумался. И развернулся и ушел. Вот потихонечку Ликвид начинают нагнетать обстановку. Что еще варды стояли. Не особо там боялись, если за ними погонятся. Но все же. Можно посмотреть пока графики. На графиках он срок сведут. Полторы тысячи голды. Ведут также они тысячу опыта. Не слишком много, но уже хоть что-то. И Мортретка. Мортретка. Не отказываемся. Я не отказываюсь от своих предыдущих слов. Это очень сильный герой в лейте. Что если где-то она выловит момент. И с каким-то условным абиссалом прыгнет на голову. Да кому угодно она убивает этого персонажа. Ну, сдамай диктапульту 7кп. Ломай ее. Не давай экспу. Не давай золото. Ты знаешь, что делать. Гуляли, 7кп, ну снеси ее. Да, что ты перестал. Паузу, плиз. Пата. Просто написал паузу. Не написал, плиз. Пп пишется, пауза, плиз. Я сделал его более манерным, чем он есть. Ну это твоя заслуга, а не его. А я не прошу себе лишний слой. Мне нормально и так. Мне хватает славы. Кости и Олежки. Гол, гол, гол. Мортрам. Спокойненько дальше фармить. Все вообще стоят, все спокойно. Игра, она очень медленная. Просто очень. Никаких экшенов, выходов. Никого не пытается загнобить. Так, знаешь, иногда есть выпады. Типа, ну смотри, он уже возле нашего тавера. Ну, может, прай сделаешь? Ну, давай, типа, сделай тп и так далее. Ну, я вроде все, что мог, все сделал. Уходит нас. Типа, он опять пришел. Ну, блин, ну я че, ну каждый раз что ли буду прилетать, когда он приходит? Ну, сам да постой, но потерпи хоть немного-то уже. Куда-да из этого разряда? Да. И отдал эту кап... ту семью хп. Ну зачем? Ну это же 8 золота. Ну дружище, ну ты же профессиональный игрок в 102. Да на ее! Ему видней. Жираф большой. Ему видней. Так, вопа у нас выходит в Орхид. Вообще, против суппорт Верс Спирита, это, наверное, крест-крест-череп-гроб. О, то есть этот герой вообще ничего не сделает. Все такие... бабов. Собрать Орхид, о боже! Проблема в том, что там обычно земели играют на кор-позициях, и у них Юлл первым противопактом каким-то... Я став Вереном собираю Орхид. Вереном сейчас собираю медальку. Но потом... У тебя было озарение? Да, я понял, что если я собираю медальку, но моя команда отказывается убивать вражеских героев, я ничего не могу потом сделать с этой медалькой. Фармишь, боже... Ты с Орхидом быстрее фармишь. Тоже правда. Но они по деньгам чуть-чуть отличаются, я слышал. Ну там мало самое. Пеки, Фурион их не считает. Примите к сведению, Роман. У тебя Рокфеллер, что ли, Фурион? Ну да. Так, у нас тут выход. Хорошо. Пытаются забрать Бэйна. Бэйна должны убить, да, еще одну плюшку. Там еще и Заршот залил. Солфцы и ФТП сделать не могли. ФТ1 не было. Наверное, наибольшая проблема, с которой ты там убил саппорта. Так, вопа! Ори! Халявка! Ори! Ну она там с дабл дэмэджем нормально понаваливала. Кстати, у нее теперь проблемы. Не, ну 4 секунды, 2 стика, я думаю, как-то на майнсит. А вот так трудно? Фил! А ну того не стоило, получается. В итоге, да. Получается, не стоило. Отдал он денег, причем отдал Ахразору, которого пытались относительно гнобить некоторое количество времени. У которого проблемы с деньгами были серьезные. У него уже 4000. Все более-менее норм. Но Мартретка суперсильна. Фейзы и Доминатор. В итоге 130 урона, и она сейчас получит 11-ый. Просто нереальные какие-то криты. Уже вижу вот эту расту, которая с одного крита клеится. Баунтируна, да, как мы выяснили? Да. Это кто у нас был Баунтируной? У нас Лич вроде бы. А, Рубик. Рубик у нас был Баунтируной. Муж играл на Рубике, и он был Баунтируной. Да, муж был. Баунтирубик, мы его называли. Препадал сюда, но спыла. Он Лагуна была с Экани... Лагуна, Лагуна, да. Причем КД Баунтирубика было меньше, чем КД Баунтируной. То есть он даже больше денег давал. Он больше намного давал, да. Так, попытка ворваться. И все? Ну все, ну что это? Пура стоит. Сейчас, сейчас, норм. Еще четыре таких камня, раскарасишь. Мы потеряли дух авантюризма. Я тоже почему-то вспомнил эту фразу, я не знаю почему. Но я с тобой полностью соглашусь. Потому что пока просто полная терпешка. Нет, эту терпешку вот со стороны Рокс, я понимаю полностью. А вот со стороны Ликвид. Полный бред. Полный бред. Где? Где яички? Что за перепелиные вот эти... Если бы перепелиные были, то хорошо. Я не знаю как назвать это. Перепелинами, хотя бы возможно больше одного Таура упало. Вот в чем дело. Тут вот есть Shadow Shaman фармящий, например. Один раз змейки поставил и молодец. Говорит, вышку я его забрал? Забрал. Все, моя миссия выполнена. Еще и Ring of Hells купил. Зачем Shadow Shaman и Ring of Hells? Башню сил тьмы на нижней линии... Погоди, что можно... А-а-а! Я забыл. Точно. Забыть. О! Башню сил тьмы на нижней линии разрушена. Он напоминает то, что... Лифт приехал. Лифт приехал, да. Приехал шесть коэффициент. Ваши бугати роман подошел. Нет, у нас сегодня уже была одна дуэль, которая едва не закончилась с коэффициент 5 и 19. А это... Не знаю откуда эти коэффициенты берутся. Я же говорю, по какой уверенности... Смотри, смотри. Куру. Подошел. Куру тоже очень уверенный, кстати. Уверенно подошел. Кстати, больно бывает... Клопоа! Неплохо. Задувает по-троим. Бисмастер вроде бы тоже накричал. Но тут змейки стоят. Змейки стоят, никому не дают подойти. Ну вот Джеракса убили. По-моему, всем по барабану просто на эти змейки. На самом-то нету. Надо спасти сейчас. Штуху. Да, и в итоге спасают. Ну развор там опять был. Мфилдом что-то поддамажил малость. На 612 приговорил псину. Псину волка. Да вот ты волку, псина. Не знаю, я видел волков и псов. Вот это немного на волка не похоже. Какой-то раньше все похоже. Написано что-то. Такой двортерьер. Знаешь? Написано... Кабан. Волк. О, щас, погоди, погоди. Написано. Кабан. Что это? Кабан. Да? Да. Когда ты таких кабанов в последний раз видел? И где? Из Припяти ли ты часом? А? Ну... В итоге много чего написано. Вообще-то оборотень должен быть. Оборотень никак не волк. А кто он тогда? Это оборотень. Нет, это понятно. Это я понял, что если он оборотень, то он оборотень. Это я уже выяснил. Так, второй некрономикон появляется также у бестмастера. Так что тут теперь со стороны уже Рокс может начинаться более лютый прессинг. Более лютый прессинг при счете 6-4. Я даже таких слов слышать не хочу. Лютый прессинг. Не, ну... Рокс, на самом деле... Это антонимы к этой игре, я бы сказал. Не, Рокс, они... Я говорю, Рокс норм. Все, все окей. Фантомка собирает себе какие-то там слоты. Все она там делает правильно. Что-то бегает, фармит. Ну что, Liquid Bulking Note? Не совсем ясно. Ну, ладно. Возможно, они что-то знают. Возможно, они считают, что их вот Ликантроп в итоге закопает фантомку. Как? Я не в курсе. Не, он может теоретически. Но на практике это достаточно тяжело будет сделать. Мне кажется. Тем более, БКБ еще собирается. Тогда, ну, стандартный запак фантомки это Сия и Дезолятор. Может быть. БКБ, башер, сатаник. Ну, то есть, реабисовал сатаник. Это в идеале. Если у тебя есть там БКБ, доминатор, просто башер. Это бета-версия первого билда. То ты с ней тоже неплохо справляешься. Если прокнет хотя бы там один башер после рычка. Нет, все-таки БКБ. Я не терял надежду. Это будет нормальный милд. Ну, знаешь, если бы я видел мартретку сейчас с Сашей Яшей, я бы реально сорвался. Так, у нас там, смотрю, Разор в кого-то всосался. Ну, всосался там, скорее всего, Оракл. Хотя, спрятал себя, пытается килиться. Накидал всего и попытка сделать тэпал. Он тут миллион. Его там столько напихунили, что, мне кажется, его бы и фонтан не выхилил. Такого. И где у нас там бестмастер? Бестмастер шел только не дошел немного. Там стоит телега, там стоят три Крипчика. Если бы там еще стоял он с Некробуком, вышки бы, скорее всего, не стало. Но рисковать он не решил. Так, ДС. Опа, критулю отхватил. И еще одну критулю. Почему мы говорили про два крита-прят? Вот Дарксир только что на своей... У меня еще мекка есть. И стенка, и стяжка. И там ребята Рошана валят. Через змеек. Рошана... Расправляются они с Рошаном. Дает целиком троп. О, боже, ты посмотри. Смотри, где там Дагир надел. Кто там? Там вот этот... Буклинг или как-то там он называется. А, Зе Бук Вирм. Во. Нижный Червь. Не, ну типа Вирнов называли. Не, ну Вирм, это типа не Червь, это типа Дракоша такой. А, да. Считается. Нижный Дракоша? Ну, типа того. Это типа игра слов такая, да. Там буковками с прочей фигней. Короче, забавная штуковина. Сложно. А шутками про колобков вешающихся надо развлекать. Ну, вообще было бы неплохо роман периодически. Надо менять юмор. Более простой тупого к тупому. Ну это мы можем. Там мекка, это бесполезный таргет. Там Бэйн, там Бэйн. Там Бэйн, Бэйн. Там Бэйн, Рэйн. Бэйн рядом, Бэйн рядом. Сейчас подушить бы Дарксир. Сейчас он подойдет? это щекотка а нет не идет не ведется дарксир позволяет птицы переехал 60 денег за птицу дорогие нынче птицы это сокол ястреб ястреб хок помню блин игл я зарел хок это орел вроде были сокол игл это орел дизерт игл ястреб пустыный ястреб ястреб да аук это сок вроде да ну да да соколиный глаз окей точно все выжили тут умер вроде как хотя не умер пока еще живет пытается захилить его и матумба мэн матумба мэн съедает людей где где папа отчетовка разваливать просто минус 68 дэмэджи ну ей хватает сколько есть давай буди его буди нежными поцелуями то его кстати разбудили немного не нежными поцелуями но в принципе неплохо это только а там уже пять мертвых но только тактира остался ладно но дарксир уже хотя нету ничего еще не тратил а где был вообще дружище в итоге тоже немножко в плюс для себя подрались по деньгам рокс хотя я не сказал что тут идет одном сторонний размен размен более-менее ровный ликантроп нормально бабулесов подзаработал контракт очень много жил даже под мартрой у нее еще толком чу нет у нее надо может почти даже ничего не имеется к об этом урона не слишком много добавляет доминатор там все по чуть-чуть в итоге да в итоге учатся на плюс 77 но как только боятся первые более-менее нормальный урон 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 ты понял да урон урон дает урон вот 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 ты уловил ты понял что я хотел сказать тогда уже действительно проблема когда обисал например появится в легенький дэмэдж он не сатаник сейчас только не сатаник где это сейчас нафиг не упал атакуют прежде дает три удара убиваешь почти любую цель в смысле там сначала башу вроде бы стих пашки там чуть поддобавил сельсия на нижней линии разрушен сельсии мы на 3 тысячи можно башу так что под квас и башуровку шок топок оппо вот это нормально все шарит зачем с тобой говорите не сольют поддам нам надо еще уроженом а уже надо искать вновь отступление бестмастер без даггера можно играть 3 некрасиво даггера нет кто инициатор в твоей команде я не собираюсь говорить потому что не могли они против мастер виновен я тут нормально пока со змейками разбирается вообще вроде бы все ок если только не стрянет какой-то тот самый бестмастер накричал на майн контрола вызвал некрачей поломал вард хорошо правда умерла мартретка вот вы нашли виновного эта мартретка это она упрыгнула она все равно может еще быть виновной там кстати джерак там все плохо на самом деле очень все плохо джерак залетит стрела летит стрела бам и он умрет он умрет умрет же там все умер вообще тут так в принципе все умерли я не совсем понял как произошло но срочно надо найти виновного я нашел уже отсутствие даггера у бестмастера стало причиной поражения ну я не знаю как это стало причиной поражения какая разница сейчас что-то придумаем как там виновные найдены наказанные наказаны мы найдем виновных и накажем кого попало да виновных мы нашли но вообще сейчас просто разбежались не было сплоченого кулака выигрывают тимлик тушник сия на разоре как только добрал сразу же дела пошли в гору не вообще нельзя сказать что урок сильно вели по деньгам это еще в пике было но это не совсем серьезное достижение и сейчас они уже полторы тысячи проигрывают 4000 опыта так вопачу там все тоже бы кабачку решила вторить ходу до орхит есть по орхит как по мне нужно тратить исключительно на либо земелью либо дарксира других целей тут принципе пытались винт гриппе дарксира но из-за того что мартра в это время сбегала демиджи некому было выдавать ну мартра как раз в этом плане только что немножко и подспустила потому что ее начали первой бить обычно должна она нападать если она там хорошенько впрыгнет как раз этот стартовый из-под блинка сделает когда все будет окей например сейчас да находит ликана пошли не короче ну вот баш прошел уже неплохо еще зафиксировали матумбомена и все хорошо при этом да он у него очень все было заваржено хорошо то есть типа понимал когда бы за ним пришли но ты ликантроп у тебя нет способа убежать зачем ты там фармишь не способ есть убежать если не все команды уносит то есть форму то поражать и ничего не сделаешь у тебя залетает первая оракла тебя залетает фирс гри бейна делаешь ура нашли варты запрыгивал это минус бзт правда наверное не уйдет а просто отойди сейчас как-то мартретки по-хорошему отсюда да вот физы еще готовы физы нужно прожимать нужно срочно облинкиваться куда-нибудь на арсика так и делает уходит там очередной много демиджа разор дает очень много земель еще нормально разваливает он еще и камнем пытался попасть вот мартретка уходит на хайграунд и гостик делает паут отсюда опять же эмеля your spirit всю драку кастует он все кастует он стоит кидает камни дело в том что пошли за чем-то драться без блэкинг бара у фантом чего вы только сейчас убили она ну попробуйте что-то реализовать вышечку это удаленно забрать и так далее зачем идти на слепой хайграунд и более клопа впрыгивает будет она хочет забрать пацана у которого два контроля в чем один из них хекс который моментально квапу клейта у него бкб нет не было сейчас будет скоро да уже практически появление бкб конечно станет чуть полегче просто непонятно почему сейчас вот понятно что когда будут бкб вы сможете просто прыгать пофиг на этого земелью пофиг на все остальное но сейчас пока бкб нет но кинь ты на него это долбанный орхит чтобы он ничего не мог оставать полинг даггер и ломается еще и вард вот хорошо за 2 родили кстати полностью свой лес rocks вернее там один вард закончился и два только что поломали интересно то что не контроль не торопится собирать манки кинг бар он идет гиперстоун это будет кира мкб здесь кстати не помешало бы против мартеры в дальнейшем будет очень подраться у нее то урон будет вырастать очень серьезно джор соответственно то есть не можешь зафокусить моментально это значит он будет отжираться и но сейчас 2 600 и что обисал или сатаник вот с чего лучше начать я думаю рисовки до писал хорош плохо смотрится это лишние фиксации на это надежная фиксация это самое главное это надежная фиксация когда ты просто прыгаешь с блинку то вроде как башер кости может сработать может нет кстати фату тут поймали и фату убили земель не может помочь еще может дальше пройдет ли башек проходит а надо идти дальше тратся матрасик просто идет вперед еще 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 плюшечку одну вот она прыгает баш прошел уже неплохо крит это как обычно стоит 50 хп у тебя на полторы тысячи он бы так умер ладно собственно это я про бейна наверное бейн действительно умер за ним там целый табун бегал народа ну кстати хватает честно обисал он должен ее забирать я думаю не короче правда заканчиваются уже но зная то что нет ни разора ни земели вряд ли враги будут драться остается вард увидели дарксира увидели уже остальных и рошан появится вот прям сейчас 5 секунд подожди здесь арсбек 5 секунд чувак вернись ты главно появился я знаю когда он появится он как ты знал он бы наверное остался они будут уже команды бы сюда пришли если бы он знал как я есть преимущество некоторых комментаторов ножка башню сил тьмы на верхней линии атакуют так появляется линза убрали ну вот он обисал о косаре норм сразу касарик вылетел так где там уходу шаман сладким и боболев но уже то что марок ассарь есть не у него конечно есть гост гост у шаду шамана немножко помогает не в ситуациях конечно когда это тебя урон шамана а есть описал и на наоборот контролирует одну секунду а вот деночка больно будет еще и ведь змейки настреливают мекина 3 марта пока живет должна прыгать в догонку по прыгать на матом у него что он выживет лол я там я там я там я на нем тикает нет он выживет он про выживет на нем дотики вает килл еще у орок эти все а ах марта прыгает просто на голову земель и земель и убивает еще от этих можно отжираться от пацанов там не кратч там не кратч там и гида еще то есть пофиг на самом деле не кратчей но видимо не захотел терять аэгис можно потерять оракл ну сейчас оракла продают на самом деле лаут бойс помнишь сегодня был у нас висп и гирокоптер вот сейчас может быть примерно тоже но сейчас драка вообще отличная для раксов то есть у них мартретка забрала эгиду они прогнали отсюда ликвидов они в принципе выиграли драку вообще без каких-либо проблем укрепляют очень серьезно укрепляют свои позиции сейчас rocks торнадо rocks торнадо rocks джиггернау должен быть во фьюри или сову я сову да у него кстати так и называется торнадо вообще без преувеличений джиггерна шебе стал есть 1800 тоже ездить сатаник следующим артефактом сатаник уже вроде как норм просто чтоб по хп чуть поплотнее стать потому что 1600 мало ли там тебя чем-то заденут разочек и все шипы пропала о ауразора тайминга black king bar опа норм при том что мы вспоминали про бкб и говорили блин а может его тут вообще не стоит собирать ой куро куро чик бкб зажал а зря тегер будет да ну вот он собственно гост который сейчас не очень помогает потому что комбинирован там просто взорвали за щеку да я не видел видел реально взорвали кстати мы тумбомена тоже поймали блин будет будет блин прыжочек нужен башек 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 хоть кого-нибудь башек башек же я сказал вот он башек он на стенку хорошо пробивает и беги беги бартретка беги никаких башек а просто беги мигают на квапу у квапы есть все просто есть все а ну квапа подбежала ну дай на развороте стуник вейв ну ё просто я я самое время плати лицо размастать башню силах внутри заходит заходит находит разора и убегает оттуда ты можешь вернуться на разврате они не хотят на разврате действовать башню силу ладно их двое вдвое они против строительства боевали хотя блин если хватом хватало нормально все не квоит то возможно бы легко развалили пару пацанов но вышку теряют миди башни сил на самом деле очень много урон наносит я расскажу кто наносит много урона тут каждая драка начинается с офигенного врыва от рокс а потом появляется дарксир со стяжкой и стенкой стягивает четверых и всё и начинается какой-то алярм и из-за этого в основном все драки они не то чтобы проигрываются но они не выигрываются так салатно как могли бы в теории собственно нужно как что-то делать с дарксиром возможно теперь стоит на него немножко обратить внимание в момент когда есть бкб уже у фантомки там у квапы покидать не у орхид остальные пусть там сами сидим у фантомки она уже пятисекундная это кстати проблема да это и есть небольшая проблемка конечно же но честно тот же допустим шадоу шаман он погибает слишком быстро чтобы пережить он появился а у него 10 минут он умер последних 3 раза с гостом со своим сараком вместе да да так потому что комбинированный урон есть и марта редко не бьет то там квапа это крик дала любой крик и просто 500 здоровья ну там не 500 300 здоровья минус у шадоу шамана а это четверть его здоровья общего запаса как в хули ассасин да в хули ассасин кстати там ястреб летит видят ястреб видят вообще все гостик поймал камень марта редко прыгает но потом баха однако хорошо начинает и получает статиклинк это ужасно просто потому что сучу дэмэж она теряет сейчас уже 126-140 билд соник вейв неплохой вроде но драка не 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 это полный провал это полный провал ну стоит я не знаю ну как это назвать отсутствие вот понимания того что нужно сделать в драке в драке у тебя должно быть несколько моментов пункт номер а ты должен тебе пофиг на этого ликантропа тебе реально на него класть ну чё ты собрался с ним ну хорошо убей ты других ребят ликантроп он бегает собака он убьет максимум там одного встанет меня он оборотень вообще да мы уже определились с этим вот нафига вам нужен этот матумба мену которого 2500 хп и 40 брони да у них раз чё ты с ним собралась делать мартрет какого хрена либо напади на кого-то другого атакуют да тут много жирных персонажей да тут почти у всех там по 40 армора но выбери себе цель вот эмбер спирит ой эмбер эр спирит 1600 хп 1800 просто прыгни на него дай ему один крит он умрет в итоге этот пацан с аганимом выдает почти полный свой прокаст это полный нонсенс из-за этого возможно рокс проиграют из-за того что они просто не могут собрать раму в драке они не понимают что нужно сделать в этой драке они просто залетают замес и нажимают кнопки страна последние драки конечно были проиграны в солдат преимущество уже порядка 12 тысяч я так подозреваю что они могут и подраться сейчас остаться не особо ликвид горят желание ну вообще щас ВЗ может умереть я че то не совсем понял что он тут забыл ну просто щас камень какой то прилетел бы от джаракса и все и досвидос регенерей да вот она мкбка а теперь у марты огромные проблемы теперь даже не разор столько угрозы сколько вгрызающийся в нее ликантроп которого надо будет всячески иведить атаки у него очень много он имеет три сотки фига три сотки с мкб с минус армором который есть да 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 так вот вот такой ликан он уже может мартрете объяснить что она конкретно не права ну так тебе не надо с ним драться убейте остальных с одним ликантропом вы разберетесь у него там форма во первых действует не целую вечность там 18 секунд 18 секунд это реально пережить если нормально подраться с другими героями еще надо неплохо пытаться заявить стеночку и стяжку дарксира под которую они постоянно попадают так вот вот я тогда просто не закончил на теме того чего не должно произойти во первых вы не должны нападать на ликана вы должны выбирать другие цели возможно это earth spirit возможно это дарксир если вы не нападаете на дарксира ну сайлентс на него уже не работает потому что там гуардиан грифс имеется в наличии поэтому убивать скорее всего нужно именно дарксира с него начинать 1400 хп да это же булка да сокращение брони точнее сокращение физдэмеджа окей ну есть папа он тоже играет на дарксире он тоже да булка ну в принципе булка ну вот я же говорю есть может он есть дарксир может быть то есть зачем пытаться убивать вот этих самых жирных пацанов когда есть такие вот сладкие парни 1400 здоровья просто мартретка прыгает и уничтожает если не мартретка его уничтожает то клопатом поможет так вот напали кстати на арт зика минус арт зик атакуют а башка такой ножика проходит смейки а фортификация что нет потому очень быстро будет осыпаться тавар просто змей несут они сейчас еще и рейнджовый барак грызнет но вот это хорошо установленные змеи они все достают до рейнджового барака то есть уронов у нас очень много впад начинают попадать вешается лотус орб впад куда-то исчезает вопа вроде бы неплохо накричала но вот опять стяжка стенка гостик почти погиб шмартра ничего не сделала потому что у нее бкб в кулдауне это минус сторона одна это гг это просто гг ну и вот вроде бы казалось по трафту все было казалось неплохо у команды rox они вроде бы даже где-то начинали вести тоги это тотальный проигрыш просто потому что не было плана на замес как так возможно я не понимаю мы и виноваты нашли еще посредине да ладно если без шуток если без шуток просто не было конкретного плана на замес кто-то прыгает кого-то где-то держит я же говорю когда количество армора переросло и появился хилл то есть мартра она чем сильно она запрыгивает у нее очень быстро и первые там 4 тычки дальше дпс падает причем весьма сильно если при наличии всяких форсов и так далее вообще падает потому что надо догонять как-то таргет абиссов бейт все здорово но когда таргет 40 армора имеет там потом шива у разора кираса у одного шива у второго так это все появилось буквально перед последней дракой то есть допустим вот вычеркни последние хорошие артефакты там лоту сорб шива что там у ликантропа последний появилось мкб или кираса мкб это мкб он уже не может убить его мартра так я говорил его не надо убивать надо убивать остальных ликантроп это ну такой себе персонаж в плане убийства вот вот и Продолжение следует...